Итак, здравствуйте. Рады приветствовать вас на уже втором занятии по функциональному программированию. Сегодня Андрей нам что-то еще интересное расскажет, научит. И я, Андрей, буду ему в этом плане помогать, а может быть немножечко и мешать. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Отлично. Значит, сегодня мы продолжим. И сразу по традиции прошлого раза хотелось бы начать с практических некоторых задачек, решая которые, мы будем внезапно выходить на некоторые теоретические моменты, их обсуждать, с ними сталкиваться, их обговаривать более подробно. А задача такая, которую хотелось бы предложить подумать сейчас Андрею и всем зрителям, которые сейчас слушают. У нас есть массив определенной длины, мы знаем эту длину, и заполнен он числами, ну, допустим, от нуля до десяти. Вот. Но мы не знаем сколько каких чисел и есть ли вообще какие-нибудь из этих чисел в принципе в этом массиве. И нам надо на выходе вывести строчку, что, например, нолик, если нолик есть в этом массиве, то написать yes, иначе написать прочерк. Потом единичка, если есть, то yes, иначе прочерк. Ага. То есть нужно, грубо говоря, взять, пробежаться по всему массиву, сравнить с каждым числом, от нуля до десяти, да? Или от нуля до девяти? От нуля до десяти в клюв. Но это не принципиально. Ну, это не принципиально. И посчитать, сколько таких элементов, сколько у нас элементов. Нет, не посчитать сколько, а даже проще еще задача. То есть есть ли вообще или нету, да? Да. То есть если хотя бы один раз встречается, то значит мы говорим, что это yes. Ну, как всегда, я бы решил, наверное, через, даже без учета первого нашего занятия, вот, я бы решил это через цикл, и там простым либо switch case, да, наверное, switch case было бы даже, ну, внешне выглядел было более интересно. Ну, вот так и файлс. То есть проверять каждый элемент. Он давно хорошо, и файлс. Допустим, встретилась тебе единичка, что ты делаешь? Вот ты попал по ветке единичка. Я беру и какую-нибудь переменную, создаю под каждый из этих цифер, точнее, чисел, которые мы должны проверить. Вот. Ее можно, в принципе, сделать булевскую. Если хоть раз встречается, то она становится у меня true. Если нет, то она будет, соответственно, false. То есть если у нас в массиве 10 различных вариантов чисел будет лежать, ты создаешь 10 перемен. Да, 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 да. А если 100? То, соответственно, 100 перемен. Хорошо. Я бы предложил некий оптимизированный вариант решения даже в императивной парадигме. Мы создадим некий массив, дополнительный, второй, в котором элемент по заданному индексу будет, если он нолик, это значит, что числа, соответствующие этому индексу, нет в массиве. А если нет, то число, соответствующее этому индексу, есть. Фактически, если это 10 переменных, помещу в один массив, что естественным образом смотрится. И давайте тогда переключимся в код. У меня тут уже в онлайн-компиляторе есть. Видно, да? Так, сейчас, один момент. Да, все видно, отлично. Ага. Вот. Вот под заголовком императивный мутабельный алгоритм. Мы создаем, вот у нас M, это 11, это с нуля по 10, как бы чиселки наши. Да, понятно. Вот. Мы создаем, нарезаем массив буллицкого типа. Ага. Вот. И пишем две процедуры. Ага. Поскольку у нас императивный мир, мы забыли, что функциональнее все это выражение, а не инструкции, мы будем писать чисто инструкциями. Вот у нас процедура, она не имеет возвращаемого значения. Мы его просто выражаем. Вот. В теле этой процедуры принимает аргумент N, это длина исходного массива, сколько у нас чисел вообще есть. Вот. Мы пробегаемся в цикле, как обычно, с счетчиком с нулевого значения по там и меньше N, то есть по каждому элементу массива, и в наш R, результирующий массив буллицкий, по индексу, значение которого равно нашему исходному массиву от индекса, записываем единицу. В качестве примера, вот у меня здесь входные данные есть, например, нулевой элемент нашего массива M, это двойка. Да. Значит, в массиве R под индексом 2 у нас запишется единичка. Это значит, что двойка есть. В следующий раз мы встретились, двойку, значит, в массиве R под индексом 2 еще раз запишется единичка, то есть единица перезапишется в единичку, но ничего страшного. Ну, в принципе-то да, какая разница, пускай хоть сколько раз записывается. Ну да, потом мы выводим этот массив и получаем, что у нас, ну да. Да, потом следующая процедура шоу, итеративный вот этот вот алгоритм, мы точно такой же, а, здесь не совсем такой цикл, здесь цикл по длине массива входных чисел, а здесь цикл по длине массива R, нуля по емке. И вот мы выводим на выход сначала индекс, а потом через стабуляцию, что если буллицкое значение, тернарный оператор, вот буллицкое значение массива результатов от данного индекса true, то выводим yes, иначе прочерк. Здесь у меня некие подготовительные операции, которые позволяют поток стандартного ввода записать в этот массив, это пока не критично. Будем считать, что мы работаем с массивом M глобальным. Запускаем этот код на исполнение. Сейчас, секундочку, я не раскомментаривал. Вызываем процедуру итеративность и процедуру показать. Запускаем, видим, ноликов нет, единичка есть, двойка есть, тройка есть, остальных нет, вот семерочка есть. Допустим, семерочку там поменяли на девяточку, да, словно опять же так же запустили, и вот у нас девяточка есть. Отлично. А теперь будем думать, как теперь вот эту задачку мы бы могли решить функциональным стилем. На том же самом языке, напомню, что у нас второй день C++ пока. Вот. Здесь хотелось бы сразу отметить, чем это отличается от прошлых наших случаев, когда мы суммировали элементы и прочие дела. Во всех прошлых, простейших рассмотренных нами вариантах, у нас присутствовала функциональная модель, присутствовала неизменная значение переменных, то есть константы, но сами типы этих констант были примитивные типы, то есть числа. У нас в качестве накопительного результата нам нужно было посчитать сумму массива, то есть нам нужно посчитать просто число. У нас каждый раз есть промежуточные суммы, и мы получаем новое значение суммы, не меняем текущие, не меняем текущие, мы получаем новое значение суммы, прибавлением к текущему определенного элемента массива. То есть у нас есть мутабельность, но неизменные значения, типы их примитивные, это тип число. Здесь же у нас достаточно сложная ситуация У нас есть булекский массив Который мутируется из какой-то процедуры Здесь бы хотелось сначала общие фразы сказать А потом перейти к практическим решениям сегодня И кратко закинуть удочку, что будет в дальнейших лекциях Когда дело доходит до так называемых структур данных Коллекций, каких-то агрегатов То есть что имеется ввиду Кстати, Андрей, какие вы знаете структуры данных? Ну, если в общем, то это как раз те же самые массивы Что еще, то, что в C+, структуры и в C тоже Классы, всякие какие-нибудь ассоциативные массивы Хеш-таблицы Ну, в зависимости от того, там... Все правильно, целый набор библиотечных вектора Да-да-да-да-да-да Писки, вот эти все дела Отлично А какие вы можете вспомнить методы работы со структурами? То есть, ну, например, у вектора есть метод, там, допустим Метод push, добавить элемент вектор Найти элемент векторе, что еще там По-моему, заменить элемент Да, по индексу обратить Да, удалить Ну, много на самом деле Если честно Да, вся особенность в том, что вот эти структуры, они подразумевают мутабельную работу с ними То есть, я сейчас здесь демонстрирую функциональное программирование на языке AC, AC++, AC Вот, но сам язык и его стандартная библиотека предлагают мне те структуры, которые за кадром подразумевают мутабельную с ними работу Добегая вперед, я скажу, что в функциональных языках тоже есть стандартные библиотеки и стандартные структуры данных Но эти структуры данных и мутабельные Они предполагают чуть-чуть другие методы, чуть-чуть другой интерфейс работы с ними Интересно Да, вот к этому придем Вот сегодня у меня такая подводящая лекция к этому Вот, но поскольку я нахожусь сейчас в C++, то мы будем делать некую кустарщину, ту, которую возможно сделать в C++ Мы напишем свою и мутабельную структуру данных, реализуемые здесь, в этом языке Давай, приступим Давай, сейчас я посмотрю в шпаргалочку Значит, для начала Я вот скопирую все вещи, которые будут ее касаться Мутабель дата структуры в интерфейс Поскольку вы изучаете ООП, вы знаете ООП, вы знаете понятие интерфейс Да, но смотря в C++ как таковых же нет интерфейсов Я бы не стал использовать этот термин в привязке к языку Я бы хотел на нем остановиться с общетеоретических подходов То есть что такое интерфейс? Интерфейс это если у нас есть некая сущность Даже не будем называть ее термином объект, класс или еще как-то Некая сущность, с которой мы можем производить определенные операции И эти операции будут удовлетворять определенным конвенциям соглашения При этом реализация этой сущности нам абсолютно не важна Ну как раз то, что и называется интерфейсом То есть покрытие детали реализации Поэтому здесь в этих четырех строчках написана одна из возможных реализаций абстрактного типа данных Что такое абстрактный тип данных? Это не тот конкретный тип данных, который присутствует в языке И который знает компилятор как определенный тип Абстрактный тип данных это абстракция чуть-чуть более высокого порядка Это то, что программист выбирает считать в своей голове типом данных То есть, давайте так вот ближе к практике, например У меня будет тип данных всего лишь двумя операциями Это две операции, которые позволяют с этим типом данных работать Гет операции будет возвращать с конца буллицкое значение Будет принимать тип данных Ак подчеркивание Т это аккумуляторный тип То есть по конвенции и так далее Будет принимать значение данного типа И принимать некий индекс натуральный Вот, то есть и будет возвращать буллицкое значение true или false Которое будет соответствовать, что в экземпляре данного типа По индексу i у нас значение true или false Пока в реализацию даже не смотрим Что будет возвращать метод set Вот тут очень важный момент И по тонкой такой именно тонкий случай Здесь момент, когда здесь отличается от императивной парадигмы Обычно что такое set? Set это что-то, что мутирует Оно не возвращает значение Не возвращает значение, но изменяет У нас же set не будет изменять входящий аргумент А будет возвращать новое значение того же типа У которого по индексу i установлено true То есть получается он будет создавать новый Новый экземпляр То есть он будет плодить их в большом количестве Да, будет плодить их в большом количестве Позже я сказал, запомни сейчас этот момент Это очень важно его потом обсудить Сейчас мы решим эту задачку А потом ты скажешь, а как же будет неэффективность Поскольку будет расплодение в большом количестве Мы это обсудим момент Но сейчас давай понимать так Что он будет плодить их в большом количестве То есть метод set Он будет принимать входящее значение Будет гарантировать, что оно у нас В результате вызова этого метода set не изменится Входящее значение не меняется Зато вместо него вернется новый В котором установлено все, что надо А теперь детали реализации этого интерфейса У меня вот этот тип Аккумуляторный type Это просто синоним слова int Пустое значение Как бы изначальное пустое значение Empty аккумулятор Ну некое заранее зарезервированное значение аккумулятора Это просто нолик Метод set Это будет возвращать вот такую конструкцию Которую будет битва операции делать Известно ли слушателям или тебе, Андрей О том, как представляется int в компьютере Как целое число представляется Кое-что помню, но очень смутно В зависимости от того Знаковые или безнаковые Какая разрядность числа И так далее В любом случае это несколько байт Ну понятно Это несколько байт Да, int в несколько байт Что? Я говорю, int в несколько байт Да, int в несколько байт В зависимости от платформы, от разрядности Ну у нас поскольку 10 Вот здесь вот нам и наши изначальные условия От 0 до 10 Я специально так подобрал, чтобы хватило int Если больше, можно было бы взять AmSignPlanLong и так далее То есть мы воспринимаем Вот каждое число Его двоичную запись в виде ноликов и единичек Как некую структуру данных В которой it и бит числа Если он нолик, это будет значить, что Значение по индексу и false А если единичка, то true Ох ты ж ема То есть грубо говоря Ты решил использовать Возможность того Как компьютер кодирует числа В своих интересах Грубо говоря То есть для тебя получается То обычное десятичное число Которое хранится Преобразованное в двоичном представлении Это как раз для тебя структура данных Да, именно так То есть грубо говоря Это как улучшенный аналог Всяких битовых полей И по сути это Даже не улучшенный Это просто одно и то же Это фактически ручная эмуляция этих битовых полей Да, я понял А по битве операции Ты используешь для того, чтобы как раз таки Возвращать новые Ну правильно, генерировать новые экземпляры Ну не экземпляр, а новую Ну давай будем лучше Экземпляры, да? Новые перемены Да, да С измененными значениями Все правильно расписал Поскольку сгенерировать Вот что такое Побитовая операция или Она берет одно число Берет другое число И не меняя значение этих чисел Не окурочит их Возвращает вам третий Да, да То есть в полном соответствии с функциональным подходом Вот что мы используем Мы эксплуатируем Эммутабельность операции Побитого или Если я даже не ошибаюсь То по-моему умножение Это как раз тоже Некая побитого операция Сдвига Да, но мы как бы здесь До этого опускаться не будем Здесь нам достаточно Это к тому, что мы по сути На самом деле Блин, прикольно Что мы здесь делаем Мы берем наш индекс Сдвигаем единичку Что такое единичка в битовом представлении Это куча ноликов-ноликов И справа одна единичка Мы сдвигаем его влево На нужный индекс Получаем число У которого все нолики А в нужной позиции единичка И делаем побитого или С нашим исходным числом Это значит, что мы просто Заединичиваем Итый разряд числа А О боже Вот так вот в деталях Ну да Я думаю Многим это будет сложно понять Тогда мы с тобой Это все-таки Побитого операции И представление числа В двоичной Ну вообще в компьютере Как хранится Там же Насколько я помню Это есть и двоичные Десятичные числа И перевод десятичных Шестнадцатеричных Хранений их Полубитами Полубайтами Прошу прощения Да Да Но язык C нам позволяет Обращаться к любой Переменной типа Инт Как к некому Набору битовых полей Отлично Понял И мы эксплуатируем Эту возможность Я тогда В описании Добавлю ссылки На материалы Хорошо Это кстати Хороший повод Изучить Вот эту вот Структуру Да И хороший такой момент Чтобы как бы Иметь ввиду Что если вы пишете Программу на языке Вы должны знать Детали реализации Некоторых типов Этого языка Которые позволят Вам писать Более эффективный алгоритм Да Но это нужно знать Чуть попозже Вначале надо вообще Научиться алгоритм Писать Окей Ну тогда мы можем Тогда на этом пока Внимание не заострять А просто сказать Что поверьте Да Так оно и будет Что вот такой вот Волшебный Набор операций Позволяет нам Из одного числа Получить другое число Но само число Мы будем рассматривать Как набор битовых полей Отлично Вот Соответственно Операция get Она нам будет возвращать Булевское значение И она будет возвращать Значение этого бита Что если оно единица То будет в true переводиться По приведению типов Если 0 То будет переводиться в false И вот мы фактически Имея такую Иммутабельную структуру данных Здесь очень важный момент Я повторюсь Что все операции с ней Они не изменяют Нашу исходную структуру Get вообще Это предикат Возвращает true или false По данной структуре данных Ее не меняет А set Тоже не меняет Исходную переданную структуру данных Возвращает Новый Новый экземпляр Итого Если мы далее Сходим посмотрим Какой алгоритм Можно на этом деле написать Давай скопирую Один показ Хвост рекурсивный Я назвал Я назвал PayRefunction И это был алгоритм Ага Смотрим на нашу функцию ProcEther Которая принимает Аргумент N И которая в цикле Меняет нашу Мутабельную структуру данных Массив R И что-то в нее пишет Это полный аналог У нас принимает Аргумент N Принимает Входящее значение Аккумулятора Здесь Очень такой Интересный момент С которым Многие путаются Новички Начинающие В функциональном Программировании Как бы все понятно Да, но что же делать Нам нужно В одной функции Многократно Поменять значение Массива Или какого-то Аккумулятора В функциональном подходе Нет другого способа Что-то изменить Кроме как Протащить это Через функцию Вот это надо усвоить Что мы не можем Поменять что-либо Другим образом Кроме как Передать это На вход функции И получить на выходе Измененное значение Этого чего-либо Соответственно Именно для этого Мы вот это Входящее значение Нашего Указываем сюда Указываем сюда А возвращаем Что если мы Доскакали По счетчику По индексу Н Меньше нуля Мы возвращаем Накопленное значение Нашего аккумулятора Которого аккумулятора Тайп этот А Который мы нагребли А если мы Не доскакали Мы вызываем функцию На уменьшенном Значении аргумента И вот эта Волшебная функция Сет Которая не мутирует Нам аккумулятор А возвращает Новое значение Аккумулятора По индексу А индекс Здесь это М Здесь М от И Здесь М от Н То есть Во втором аргументе Функции Ф У нас На каждом Шаге Вызова Будет Новое Измененное Значение Нашей Эммутабельной Структурки Которую мы Обозначили Аккумулятор Тайп То есть Того самого Набора Битовых полей То есть Подожди Сейчас я тебе Немножко Перевью У нас Получается После того Как функции Много Много Раз Выполнятся У нас Будет Много Много Наших Структур Правильно Да Но когда Функция Вернет Здесь Вот это Значение По Кол Конвенчн Все эти Структуры Которые В стеке Накапливались Как Расширялся Стек Вызова Они Все Уничтожатся И Останется Последняя Последняя Которую мы Накопили А Ну правильно Мы же берем Предыдущие Изменяем Его Грубо говоря Копируем Точнее Делаем Изменения И В момент Изменения Создается Новая То есть Вот Так Она Правильно Она будет Сдвигаться Сдвигаться И в итоге Мы получим То Что Нам Нужно Все Правильно То есть В процессе Выполнения Вот этой Функции У нас В стеке В памяти Будет лежать Весь набор Измененных Вот этих Структурок Ну да Понятно Все их Последовательный Путь изменения Но на финальном Шаге рекурсии У нас функция Вернет значение А весь стек Вызовов Он сбросится На ноль То есть Это как бы Семантика Работы функции Когда функция Возвращает Значение Все промежуточные Переменные Которые Или там Константы Которые Он создавал В процессе Работе Все они Удаляются Ну это Отлично Просто Я так Предвещаю Сразу Вопрос А как же В памяти Куда Там Что Почему Здесь Все понятно Мне По крайней мере Мне понятно Мы пойдем Дальше Мы вот Эту Функцию Шоу Где мы В цикле Вызывали Инструкцию Вывода На экран Ну я тоже Заменим Что мне Здесь не нравится Здесь мне нравится Три вещи Во первых Что это Не функция Процедура Что Как только Воет Это Сразу Явная Промета Что Это Не функционально Программирование Функционально Программирование Не бывает Воет Можно Я тебя Перебью То есть Ты тоже Разделяешь Функцию И процедуру Функция Возвращает Какой-то Результат Процедура Не возвращает Я акцентирую Здесь На этом Значение Да Внимание Точнее Акцентирую На этом Чтобы четко Показать Что Если у нас Здесь Тип Возвращаем Означение Функции Это Воет То Мы Можем Называть Процедурой Потому Что Она Ничего Не Возвращает Да А если Что-то Ничего Не Возвращает То ФП Мы Не Не Можем С Этим Работать Для Меня Это Такой Момент Я Очень Редко Где Встречал Что Кто-то Делает Разделение Между Процедурой И Функцией Хотя Для Меня Это Как раз Разные Вещи То Функция Она Должна Что-то Возвращать А если Она Не Возвращает Ну Какая Функция Процедура Все Правильно Поэтому Функциональное Программирование Называется Функциональным Поскольку Она Построена На Функциях А не На Процедурах Но Термин Функции В обычных Языках Программирования В Императивных Он Перегружен То Что Функция Помимо Что Она Что-то Возвращает Может Делать Что-то Еще Там Как раз Это Есть Разделение А я С него Начинал Изучение Программирования Поэтому До сих Пор Запомнил Окей Значит Чем Мне Еще Не Нравится Вот Эта Функция Императивных То Что Она Процедура Это Понятно То Что В ней Есть Цикл Это Сразу Блоко И То Что Внутри Цикла У нас Инструкция В цикле Идет С Функциональный Подход Функциональный Подход Какой То Мы Преобразуем Допустим Будем Считать Что Мы Вот Это Аккумуляторное Значение Нашего Типа Волшебного Мы Накопили Мы Получим Из него Строку Нужного Формата И Только В конце Вызовем Инструкцию Вывода На Экран То У нас Будет Минимум Императивности Минимум Инструкции А Строку Будем Получать Точно Так же Функционально Для Начала Мы Напишем Функцию Helper Вспомогательную Которую Будет Возвращать Строчку Функции Row Которая Будет Давать Одну Строчку Вот Это Один Она Будет Принимать Наш Накопленный Аккумулятор Тип Наш Аккумулятор Который Будет Деляться Структурой Данных Индекс И В превращении Индекса И В строчку В Возвращать Либо Тро Либо Фалс И Зависимо От Того Что Она Будет Мы Будем Либо ЕС Либо Минус Все Правильно Вот У нас Вспомогательные Функции Привыкать Функционально Программировать Часто Приходится Писать Вспомогательные Функции Helper Которые Потом Многократно Используют Поскольку Здесь Функции Это Как Универсальные Элементарные Строительные Блоки Строительные Кирпичики Из которых Строится Весь Алгоритм На самом Деле Я В этом Ничего Особенного Не Вижу Потому Что Я Неправильно Преподаю Я Расскажу Что Тоже Если Можете Разбить На Что Разбивайте На Маленькие Части Пускай Очень Хорошо Делает Одну Часть Если Надо Собирайте Из Маленьких Большие Все Правильно Это Называется Термин Волшебное Комбинирование Абстракция Но Я Этого Не Знал Ну Ладно И Дальше Эта Функция Переводит Show Type Я Назвал Для Краткости Она Берет Значение Накопленной Структуры Индекс И И Промежуточное Значение С С С С Здесь Этой Функции Аккумулятором Будет Не А Мы Его Уже Накопили Аккумулятором Будет С С С Да Да Мы будем Бежать Получаем Строчку Новую Как Текущее Значение С Плюс Перевод Строки Плюс Вызов Этой Функции Helper Row От И А дальше Что если мы И доскакали Выше М Выше Нашей Границы То мы Возвращаем Накопленную Строчку С А если Нет То мы Вызываем Сами Себя Где Изменяем I И Передаем Новую Строчку Которая Опять Ну Да У нас Получается Благодаря То Что Стринг С Каждый Вызов Функции Создает Новую Строку Да Что Здесь Хотел Вот По этой Функции Обратить Внимание Здесь У нас В принципе Излишне Тащить С собой Переменную А Поскольку Она Не меняется Мы Здесь Ее На вход Получили Мы Ее Обратно В следующий Вызов Передали Ну А почему Мы же Не можем По-другому Или Можем Правильно В языке C И C++ Мы Не можем По-другому Поскольку Этот язык Не позволяет Определять Функции Внутри Тела Функции Часть Языков Позволяет Это Делать Паскаль Например Большинство Языков Позволяет Определять Функции Не Функции На верхнем Уровне А внутри Например Функции СТ Я бы Определил Что-то Еще И тогда Мы могли До этой Ашки Достучаться Из контекста Как Из входящего Аргумента Внешней Функции И тогда Быстрее Она нам Не требовалась Но Поскольку Здесь У нас Сишка Здесь Мы не можем Себе позволить Внутри Функции Определить Новую Функцию Поэтому Нам приходят Все эти Аргументы Таскать С собой Но Это Просто Как Иллюстрация Того Что Это Не является Принципиальным Препятствием Что Мы можем Обойти Это Таким Образом То есть Еще Один Такой Комментарий Что Функциональное Программирование Если функции Что-то Надо На вход Дайте Ее Это И Пускай Ее Там Будет Да Дайте Передайте Ее Это Явно Даже Если Оно Нужно Просто Чтобы Каждый Раз К нему Обращаться Вот Просто Передайте Ее Итого А можно Вопрос Пока Я Смотри Мы Возвращаем Именно Эску А Не С Мы Здесь На последнем Шаге Мы С Нью Мы Его Определяем Но Мы Его Не Используем Смотри Потому Что Здесь Мы С Нью Определяем Даже Когда И У нас Равно М А У нас Не Надо Определять С Нью Для Этого Случа Но Мы Все Равно Выше Определяем Но Не Используем Дальше Ясно По Большому счету Мы Вызываем С Предыдущую Которая У нас Была Определена Хочешь Я Сделаю Некий Финт Который Позволит Мне Избежать Этого Твоего Вопроса Функциональное Программирование Это Сплошь и Рядом Можно Использовать То Если У нас Если Определяется Какая Это Константа Скажем Так Мы С Нигде Не Меняем А Поскольку Мы Нигде Не Меняем Мы Просто Можем Заменить Все Вхождения С Нью Ниже Просто Ее Значением Ее Определением Просто Взять Вот так И нет Никакой С Нью Стоп В качестве Возначения Третьего Аргумента Передали Его Выражение Которое Определяли То есть Мы Здесь Определили Константу Я Здесь Это Написал В коде Чтобы Было Очевидно Теперь Я Понял Все Я Прости Затупил Я забыл Что у нас В аргументе Стринг С Все И мы Ей Передаем Все Теперь Все Теперь Вот Да И теперь Вопросы Про С Нью Не возникает Поскольку С Нью Нет Они И тогда Не возникли Если бы Я обратил Внимание На Аргументы Зачем На параметр Аргумента Функции Отлично Да Можем Продолжить Да Да Прости Не Все нормально Если Как бы С этим Все понятно Пробежались Вот у нас Алгоритм Который состоит Из нашей Корфункции Ф Который Делает Всю работу И вот Эта Вспомогательная Функция Которая Преобразует Итой Итой Как бы Индекс Аккумулятора В строчку И вот Вот это Фактически Вся основная Работа Она выполнена Вот здесь В этой Функции Все И мы Собственно Вызываем Как мы Вызываем Мы Вызываем Не как Процедуры Как Выше Было Показано А мы Заводим Константу Значение Ф Минус Один Но поскольку У меня Индекс Здесь Включительно С Н Начинает Вот здесь Н Десять Это Значит Количество Элементов Массива Как бы Минус Один И на Пустом Аккумуляторе Мы Передаем МТ Ак Который Нолик Вот этот Выше Он идет Сюда Многократно Меняется Пустой Аккумулятор И возвращается На вход Измененная Структура Данных Накопленная А дальше Мы На этом А0 Дополнительный Аккумулятор С индекса Начиная С индекса С нуля И стартовая Строчка Пустая Строка Единственная Инструкция Во всем Этом блоке Это Вот этот Вот Саут Все остальное Это чисто ФП Здесь Мы Создали Новую Константу Вызов Функцию Здесь Выводим Запускаем Тот же Самый Результат Что дает Императивный Алгоритм Но Уже В чисто Функциональном Подходе И Как бы С использованием Нашей структуры Данных Здесь Что хочу сказать Что вот Возвращаясь К нашей Data structure Которую Мы накапливали Наши значения Поскольку Это у нас Интерфейс Что мы Использовали Мы использовали Empty Вот этот Вот Здесь Мы использовали Set Вот тут И мы Использовали Get Вот здесь А это Значит Что мы Нигде Не При Использовании Этой Абстракции Мы нигде Не предполагали Детали Ее реализации Это значит Что мы Можем Не только Таким Образом Реализовать Хранение Этой структурки Как Значение Битвы Каким Либо Другим Образом Любым Другим Лишь бы Он удовлетворял Что если Мы по Индексу И выставили Set То при Get Будет True До тех Пор Пока Вот этот Invariant Скажем Так Это Соглашение Этот Convention Выполняется Любая Структура Данных Которая Будет Удовлетворять Этому Конвеншену Будет Нам Подходить И Это Как бы Демонстрация Понятия Абстрактный Тип Данных То есть Тип Данных На самом Деле С точки Зрения Языка C++ Здесь Int Но Абстрактный Тип Данных Для Программиста Это Нечто Умеющее Set Умеющее Get И имеющее Empty Значение Я мог Не Использовать Нечисло С битыми Полями Я мог Использовать Строчку С копированием Я мог Использовать Здесь Даже Массивы Просто Копирую Массив В памяти Честно Прямо Копирую Массив В памяти Поэлементно И В определенном Значении Индексе Не копирую А выставляю Туда True Тогда Это Заняло Еще Больше Памяти Так же Работало Второй Вариант Реализации Функциональной Алгоритма Хочу Показать Чтобы Сразу Дать Понять Что Очень Часто Все Итеративные Вещи Вот Здесь У нас Итеративный Алгоритм Здесь Корр Это Итерации Очень Часто Итеративные Вещи В функциональном Подходе Через Рекурсии Могут Реализовываться Двумя Путями Как Хвост Рекурсивный Вот Здесь Так И Не Хвост Рекурсивный Сейчас Вставлю Не Хвост Рекурсивный Алгоритм Сюда И Потом Мы Их Сравним С Чем Они Отличаются Примерно То Самое Что Было В Прошлом Видео По Подсчете Сум Элементов Массива Ну Да Здесь Заведем Функцию G Но В отличие От Функции F Которая Принимает Нас Два Параметра Индекс Аккумулятор G Принимает Только Индекс Она Не Принимает Аккумулятор И Она Сама Ж Работает С Эмпти Аккумулятором Как Она Работает Очень Просто Что Если Индекс У нас Меньше Нуля То Возвращается Пустота А Иначе Мы Возвращаем Нашу Волшебную Функцию Сет У Которые Два Аргумента G От Предыдущего Значения И То Самая Ишка Индекс Который Мы Берем Массива Вот Здесь Такой Хитрый Фин Тушами То Это Не Хвост Рекурсивной Реализации Того же Самого Алгоритма Мы Точно Так Накапливаем Наш Аккумулятор Результаты Функции F Результаты Функции G Будут Абсолютно Те же Самые Ну да Только Единственное Что Я правильно Понял Что Здесь Функция G Она Вызывается Внутри Сета А функция F Мы Сет Внутри Используем Сет Внутри F Все Правильно Именно Поэтому У нас Функция F Является Хвостовым Вызовом Поскольку Значение Функции F В определенном Условии Тернарника Это Сама же Функция F На Измененных Аргументах А здесь Это Именно Функция Сет Это Не Сама Функция Сет Аргументом Который Является Сама Функция G С Измененными Аргументами Все Правильно Именно Поэтому Вот Эта Вещь Эквивалентна Циклу И Может Быть Тривиально Реализована За кадром Компилятором Через цикл А вот Эта Вещь Недалеко Не все Кейсы Таких Функций Могут Быть Реализованы Через цикл В общем Случае Нет Но Вот Как Демонстрация Того Что Есть Ни Один Вариант Реализация Алгоритмов Национального Подхода Вот Просто Показываю Во второй Раз Как Повторить Как И В первой Лекции Было Примерно То же Самое И Здесь То же Самое Что Шоу Рекурсивное У нас Здесь Не принимает Фото Стринг Как Аккумулятор Наши Значения Накопленного Накопленной Структуры Данных Индекс Получает Строчку Как Резкие Заново Включение Аккумулятора И Здесь То же Самое Вот Паттернавнику Возвращать Что Если Дошли До Конца То Возвращать Накопленную Не накопленную Вот эту Эску Которую Здесь Выше Сделали А Иначе Самую Функцию Прибавленную К этой Строке Вот Так Вот Тут Ничего страшного Что мы Используем Тот же Роу Который У нас Вот Эта Спомогательная Функция А Ну В принципе Отличный Вопрос Нашего Накопленного Накопленной Коллекции И индекса Получить Некое Строковое Представление Понятно Если мы Поменяем Роу Здесь Оно Поменяется Как в Этом Выводе Так И Здесь Да То есть Вот Оно Наше Комбинирование Абстракции Мы Создали Универсальную Функцию Helper А потом И Используем В нескольких Других Наших Функциях Так Должно Быть Правильно Соответственно Здесь Важный Момент Я бы Здесь Мог Написать Точно Так же А0 И Убрать Этот Тип И Он Мне Это Позволил Здесь Явно Хочу Подчеркнуть Что Да Значения А0 И А1 Здесь Будут Фактически Равны Здесь Это У меня Новая Константа Чтобы Было Явно Видно Что Я Никоим Образом Здесь Дальше Мутабельность Не Подвергаю А1 Вот И Ввожу Этот А1 По Show Recursive Вот Все Три Ответа Абсолютно Одинаковые Вот И Здесь Поскольку Мы Каждую Вот Эту Задачку Разбили На Две То Есть Саму Core Функцию Которая Считает Нам Нашу Коллекцию И Функцию Ее Вывода Превращение В строку Точнее Мы Можем Здесь Как Угодно Комбинировать Мы Здесь Можем Например Вот А1 Вызвать Через Хвост Рекурсивную Функцию F А Вывести На Экран Через Функцию Рекурсивную Например Ну да В принципе Разница Мы же То есть Мы можем Любым образом Теперь Комбинировать Эти вещи Они Стали Независимы Как Универсальные Строительные Блоки Которые Друг от Друга Не Зависит Вот Эта Функция Приводит Нам Накоплен Аккумулятор В строчку Аккумулятор В строчку А здесь Мы их Вызываем В любом Порядке Если Вопросы По коду Тогда Скажи Если нет Тогда продолжим Общие моменты По Коду Нет Никаких Вопросов На самом Деле В принципе Как Объясняешь Все Логично И понятно Вот Я не знаю Сейчас Спросите Или чуть позже По поводу Вопроса О том Вот Их Создается У нас Много Да Я как раз Хотел Этот момент Обсудить А теперь Разумеется Всем понятно Что эта задачка Она простая Тривиальная Даже детская Но На примере Вот таких Простых Тривиальных Детских Задачек Мы можем Показать Некие Интересные Моменты И Некие Фундаментальные Принципы Которые На простых Задачках Очень четко Видны Потому что Сложная Задача Не мешает Нам их Понять Что мы Здесь Рассмотрели Мы Внезапно Рассмотрели Что у Нас Появляется Понятие Абстрактного Типа Данных То есть Тип Данных Реализация Которого Не важна А важно Лишь Соблюдение Вариантов Его Интерфейса При этом Этот тип Данных У нас Будет Являться И мутабельным Типом Данных А теперь Про Эффективные Неизменяемые Коллекции Есть Такой Японец Американец Японского Происхождения Крис Акасаки Он Написал Такой Труд Pure Functional Data Structures То есть Чисто Функциональная Структура Данных Я навобщил Вот эти Подходы Почему Я не ссылаюсь Ну поскольку Это там Собрано Как бы Лучшие Практики На тот Момент Труд Уже Давнишний Но В чем Там Суть Вся Состоит Он Рассматривает В этой Книге Теоретические Подходы К созданию Структур Данных Коллекций Которые Эффективно Приспособлены Для того Чтобы На основе Существующих Получать Программирование Когда Идет Дискуссия О функциональном Программировании С теми Людьми Которые Как бы Слышали Что-то Про это Но В детали Не вдавались Они Приводят Такой Аргумент Что Это Ну Дико Неэффективно Например Если У меня Есть Строка Допустим Там Майнейм Из Вася Вот Я Хочу Получить Новую Строчку Допустим Добавив Сначала Там Ес Майнейм Копировать В другое Место Памяти Дописать Вначале Там Ес И Получить Два Этих Элемента На что Ему Можно Оппонировать Что Это Зависит От Например Что Такой Связанный Список Это Некая Структура Данных В голову Которые Мы Можем Добавить Еще Много Много Элементов То У нас Представь Есть Строка Майнейм Из Вася Мы Добавляем В голову Запятую Добавляем С Добавляем Е Добавляем У И Получаем Е А Хвост Тот же И Получается Что У нас Две Ссылки Одна Ссылка На Новую Голову Этого Списка Другая Ссылка На Старую Голову Этого Списка Значение Одного Списка Есть Майнейм Из Вася Другого Майнейм Из Вася Но Вот Это Майнейм Из Вася Оно У них Общее И Вот Здесь Вот Это Волшебство Возникает Возникает Понятие Персистентности То Переводя На Русский Это Переиспользование Расшаривание Общих Частей Структуры Ну Когда Мы Грубо говоря В разных Я так Правильно Понимаю Наверное Да То есть Судя По Этой Строке Для Нас Как бы Существуют Две Строки Одна Просто Майнейм Из Вася Другая Ес Майнейм Из Вася А По Факту Но В памяти Хранится Одна Структура Список У Которого После Каждой Буквы Идет Указатель На Следующую Букву Которая Находится Где-то Там Еще Да А мы Помним Снаружи Видим Только Два Указателя Один На Начало Этой Структуры Другой Куда-то Там В Средину Или Не важно Куда Главное Чтобы Он Указал Куда Куда Нам Нужно А Теперь Мы Возвращаемся К нашему Понятию Абстрактный Тип Данных И С точки Мы Имеем Два Значения Что Нам Позволяет Это Что Нам Позволяет Это Дело Так Реализовать И Не Сломать Вот Если У Нас Строка Была Мутабельная Тогда Такой Подход Он Не Подошел Поскольку Если Мы Захотели Допустим Например Не Майным Из Вася А Майным Из Пети Как Раз Там Четыре Буквы Взяли Поменяли Ну Да Тут У нас Получается По факту Они Одни И Те Ж Именно Поэтому В условиях Мутабельности Такой Подход Структур Данных Которые Переиспользуются Общие Части Он Слабо Применим Поскольку Изменяя Одну Переменную Ты Нечаянным Образом Меняешь Все Переменные Которые От нее Зависит Ссылаются На Общие С ней Части И Это Плохо Но Возвращаясь Главному Киту Функционального Программирования Иммутабельные Данные Поскольку У нас Ничего Не Меняется Мы Не Можем Поменять Ни Срочку А Ни Срочку Б Это Значит У нас Гарантия Что У нас Не Будет Никаких Непредсказуемых Изменений Значений Констант Вот Такое Удачное Сочетание Иммутабельности И Переиспользование Общих Частей Позволяет Эффективно Реализовывать Структуры Ну вот Какие Структуры Иммутабельные И персистентные Которые Красиво Реализованные Ну вот Те же Самые Односвязные Списки На которых Мы сейчас Остановились Про которые Мы сейчас Говорили Давай Пока Переключимся Обратите Самая Простая Из всех Иммутабельных Персистентных Структур Данных То есть Если мы Требуем От списка Чтобы он был Неизменяемый То Тогда Что мы Можем Сделать Мы можем Читать Пробегаясь По указателям По текущему Элементу До каждого Следующего И мы можем Получать Новые Списки На основании Существующего Просто Добавляя В голову Например Мы можем Из строки Майным из васи Получить Не одну строчку Ес Майным из васи А получить Две строчки Ес Майным из васи И окей Майным из васи Ну да У нас же Будет Три переменных У которых Майным из васи Будет Переиспользоваться Но Ес И окей Не разветвятся Как на две Разные веточки Но это потому Что мы добавляем В голову А если мы будем Добавлять В хвост А вот Односвязный список На то и односвязный Что к нему В хвост добавлять Нельзя То есть Такие структуры Разумеется Они Каждый Имеет свои ограничения Ну понятно Ну как и собственно Как и мутабельная Структура данных Ты в векторах Только под цифровым Индексом Можешь положить И не можешь Положить в значение Вектор По ключу строке Для этого тебе Нужен ассоциативный массив Это как бы Это интерфейсы Структур данных Это их ограничения Это их семантика работы Каждая структура данных Имеет свою семантику Разумеется В мутабельном мире Вот эти мутабельные структуры Они тоже имеют Свои ограничения Они имеют Свои возможности Свои интерфейсы И вот как Односвязный список Да В хвост там не добавляется Но зато Очень просто реализуется И Если язык С автоматической сборкой Мусора С горбач-коллектором Вот ненужные элементы Сами удаляют Он вот эти головы новые Будет почищать А все что нужное Которое по ссылкам Там где-то присутствует Он будет оставлять То есть в этом плане Ответ на твой вопрос А эффективно ли это будет Неэффективно Каждый раз сделать копии Вот например С односвязанными списками Это в высшей мере эффективно Ну да Максимум всего того Что можно Просто переиспользуется И у тебя в программе Может быть Одновременно Там десятки Различных списков А на самом деле В памяти Это будет один и тот же список Просто 10 указателей На разные буквы Ну на самом деле Да Это удобно Вот Более сложные варианты Это Есть Такие же Персистентные И мутабельные Ассоциативные массивы Словари в терминах Ну там Кашмапы Да Вот Они реализуются Достаточно нетривиально Вот Но тоже они есть Присутствуют И как бы позволяют Работать с собой Есть аналоги векторов Но вот эти аналоги векторов Мутабельные И персистентные Они по быстродействию И по памяти Конечно Уступают Обычно мутабельным векторам Но не намного Поскольку в мутабельном мире Вот тоже Например вектор Все плюс плюс Мало кто Как бы задумывается о том Что если вы создали вектор Он допустим Компилятор нарежет 10 элементов И пока вы добавляете 10 Все хорошо Работает быстро Как только вам нужно Добавить 11 Компилятору надо взять Эти 10 Найти свободное место В памяти Нарезать там 15 Эти 10 Перекопировать туда И чтобы было 5 свободных Да Он заранее Еще освобождает место Точнее не освобождает А подготавливает место Да Он подготавливает Но когда мы И превышаем Максимальный текущий Капасити Он начинает Все это переписывать И вот эта вот Волшебная вещь Факт переписания Он за кадром Он уходит Как бы от программиста Примерно так Ему можно искать Что и в функциональном мире Да Тоже не идеально Но вот эти Например Односвязанные списки Они Кстати Этой проблемой решены У тебя может быть Список как угодно Раскидан по памяти У тебя указатель На каждой Следующий элемент У предыдущего И тебе не надо Его даже переписывать А поскольку Он имутабельный Он как лежал В памяти Так и лежит Если горючок Электро сотрет Он просто эти ячейки В памяти вытрет И пометит Как свободное Вот и все Интересно То есть Здесь как бы Второй философский момент Который нам Вот эта задачка Простейшая задачка Которая нам его Как сказать Освещает Это то Что в функциональном мире В функциональных языках Зачастую Есть уже свои Разработанные Библиотечные Готовые структуры данных Которые используются Таким образом Например Есть функциональный Ассоциативный массив Функциональный Ну хэш мапа Просто мапа Да Вот Как он работает Очень просто Просто все ее методы Они не мутируют Существующую мапу Возвращают новую Например Добавить в массив Такое-то значение По такому-то ключу Он создает Новый ассоциативный массив Где плюс к тому Что есть Уже есть новые значения С этим ключом При этом у нас Остается старый Ассоциативный массив Где этого значения С этим ключом нет Кажется волшебство Но копировать Эти элементы Не надо Они шарятся вместе Они шарятся между Этим двумя Значениями Переиспользуются Примерно так же Просто это более сложно В деталях реализовывать Не хочу вдаваться Технические подробности Но как бы Суть за этим Магия за этим Такая же Как в односвязанном списке Как со строчками Майнейм из вас И есть майнейм из вас Вот точно таким же образом Они переиспользуются И по памяти Это получается Очень эффективно Ну да Сложность в реализации Таких структур В написании библиотеки Которые эти структуры Как бы имплементируют Да Есть эта сложность Именно поэтому Этот труд Криса Акасаки Как бы он Настолько фундаментально Хорош И сейчас Кстати до сих пор Ведутся разработки Как бы Специалистами в области Computer Science Новых Эффективных Для разных случаев Для разных кейсов Для разных задач Различных Таких вот Иммутабельных Функциональных Структур данных Которые будут В определенных условиях Оптимальны По каким-то Определенным Показателям Вот То есть Это Как бы нормальный Процесс Но большинство Стандартных Они уже Изобретены И они уже Используются То есть Как бы программистам На функциональных языках Не нужно Делать те костыли Которые я сейчас Демонстрирую Как из битвых масок Можно получать Вот эти структурки Это я просто Показал Как это руками Можно накостылить Но все равно Да Возвращает На оперативных языках Ну на самом Красивого Семантики Функционального Подхода Сделать Оптимальную Реализацию На мутабельности Вполне возможно Что он так и сделает Если в нем есть Оптимизация Костовой рекурс Оптимизация Костовых вызов Вот и так далее Но мы то будем Пить собой честны Мы сделали Чистый функциональный подход Ну понятно А уже компилятор За нас Что-то там Надумал Передумал Да То есть Вот как бы Основной Лейтмотив Сегодняшнего Моего выступления Это вот Разумеется Не эта тривиальная Детсадовская задачка А на ее примере Показ абстрактных Типов данных Персистентных Иммутабельных структур И как бы Ну Пока мы не работали В функциональных языках Когда дойдем Там посмотрим Эти дела Вот Но Как бы Что мораль такая Что Помимо работы С примитивами Которые очень легко Делать иммутабельными И в ФП И в императивном Программировании Есть работа с коллекциями Есть работа с объектами Есть работа со сложными Агрегатными структурами данных С их изменениями И Большинство функциональных языков Или библиотек Для функционального использования В обычных языках Императивных Они располагают Эффективными реализациями Таких вот Волшебных Иммутабельных структур данных Которые персистентны И переиспользуют Свои общие элементы И Как бы Не жрут память в наглую Да Не копируясь И плодясь там Без нужды И Безо Безо Данных подошли И в принципе-то Если вспоминать Николаса Вирта Который написал Ту известную книжку О алгоритме И структуре данных На диалекте Там Прото Паскале Абероне Там Собственно И демонстрирует Как Имея структуры данных Под Обладающие Определенными свойствами Решает целый класс Там Достаточно широкий класс задач Многих алгоритмических Используя Циклы Условия И структуру данных Типа массив Очередь Список Ассоциативный массив Все эти дела Вот Мы уже рассмотрели Здесь алгоритмы Что вот эти циклы Условия Они превращаются В условия рекурсии И мы рассмотрели Структуру данных Иммутабельные Иммутабельные Следующее Своё вступление Я уже приготовил Материал Он будет уже Не на C Не на C++ Поскольку Выжимать Больше Интернативного Не так тривиально Это будет на Python Который тоже Не функциональный язык Будет интересно Поглядеть И на нём Мы как раз Будем Иммутабельные Иммутабельные Простейшие Иммутабельные Структурки данных И Библиотечные функции Для работы с ними А потом На них ещё что-то писать Чтобы уже показать Как алгоритмы Вот не таких Простых задачек Решим более сложные Интересные задачки Отлично Хорошо Буду ждать Какие-то вопросы Есть ещё Остались на сегодня Получается Да нет На сегодня Вопросов нет На самом деле Спасибо Как говорится В очередной раз Я понимаю Что там Много Опять Расширил Свой кругозор Сильно Ну как Некоторые моменты Я и так Оказывается Знал Всё-таки Не зря Я их знал И то Что процедуры И функции Это разные вещи Вот Думал Я настолько старый Что уже Это мало кто Понимает Различия В этом Ну как бы да Может быть Ну не суть По большому счёту Да Просто есть Повторюсь Есть некие Нестыковка В терминах Что такое функция В обычном Актеративном языке Это нечто Что просто Может вернуть Значение Но при этом Оно может Ещё сделать Очень много Всего И как Функцию Превратить В процедуру Просто Передать ей Дополнительный Параметр Который Она по ссылке Поменяет А не вернёт Ничего Мы по ссылке Прочитаем Результат Ну я бы тут поспорил Но Не будем с тобой Спорить Потому что Если она изменяет И это что-то То по факту Можно сказать Что она и возвращает Ну тут не знаю Тут смотря как Что смотреть Просто есть Да Есть подход Си Что называется Си-вэй Там Ну как Юникс-вэй Там считается Что вот Чтобы функции Ченились Хорошо Нужно чтобы Функция что-то брала А возвращала Она код ошибки Интовые значения И если код ошибки Ноль Если функция Возвращает Ноль Это окей Значит она выполнась Хорошо А всё что она сделала Смотрите по ссылкам Её переданных аргументов Что она там Чё-то накурочила Но если функция Возвращает Не ноль А там допустим Там 1, 2, 3 Или что-то ещё Это соответствующий Код ошибок Код 1 Это ошибка такая Это 2 Это И вот там Есть целая таблица Соответствия Число И код ошибок Вот такой Си-вэй То есть функция Она что-то возвращает Да Но и возвращаемым Узначением Пользуется Как некой Дополнительным Утилитарным Чековым проверком Что функция Закончилась Успешно А всю Пользовую деятельность Она делает Где-то там По ссылкам Что-то меняет Вот как раз Когда ты рассказывал Про сет Я и хотел Про это Тоже спросить Но без головы Вылетел А сейчас Ты как раз Дополнил Про то Что если функция Будет возвращать Например Хорошо она Выполнилась Или нет Между прочим Си-аут Все точно так же Возвращает Едни Если Ее выполнение Выполнась там Успешно Вот функциональным Подходит Такого нет Если нужно В каком-то месте Функциональной Парадигмы Нужно Предусмотреть Что функция Может завершиться Неуспешно А вот Отдавай тебе вопрос Как ты думаешь Как реализовать Функцию Которая будет Делать сет Какого-то Ассоциативного Массива И возможность Успешности Или неуспешности Ее завершения При этом Она может Завершиться Неуспешно Или успешно Вопрос Интересный Попробуй подумать В функциональном Подходе Про это Конечно Мы же Можем Я потом скажу Как даже два варианта Как это Реализовать Как бы ты подумал Есть какие-то идеи Сейчас Подожди Секунду Я понял Примерно Во-первых Она у нас должна Возвращать Все равно Этот массив Это раз Либо Ну не знаю Насколько это Правильно Или нет В этой функции Использовать Функцию Помощник Которая будет Возвращать Как раз таки Какой-нибудь Типа Код ошибки На который Будет передаваться В качестве Аргументов Что-то там Другое И вот Эту функцию Помощник Вызывать Внутри Функции Если она Выполнилась Неправильно То есть Определить Где есть Какая-то Ошибка Вызывается Функция Помощник То есть Ты предлагаешь Входящим Агроментам Передать Callback То есть По ошибке Вызвать Этот Колбэк Ну Грубо говоря Да Да Есть такой Подход Возможно Сделайте Так Но это Уже Больше ОПшный Такой Подход Да Мы там Шлем Запрос На Бэкенд По ошибке Да Когда запрос Выполнится С ошибкой Вызвать Такой Это Колбэк Когда запрос Выполнится Успешно Вызвать Такой Это Колбэк На самом деле Если думать В чисто Функциональной Такой Парадигме То Колбэк Это опять же Процедура Мы от этого Опять же Уйдем Вот Весь вопрос Здесь В типе Возвращаемого Значения Функции Что должна Нам вернуть Функция Вот Функция Должна нам Вернуть Измененный Ассоциативный Массив Но может Она сломаться Тут вопрос Как Возвращаемое Значение Засунуть Этот Некий Дуализм А засунуть Это можно Двумя путями Первый путь Функция Будет Возвращать Картеж Из двух Элементов Пару В первом Будет Ассоциативный Массив А во втором Булевское True Или False И насмотрим Одновременно Получается Возвращать А тогда Другой момент Разве Это не единственный Разве Картеж Это не есть Как раз Таки Тоже Структура Конечно И Картеж Можно Реализовать Как Односвязанным Списком Из двух Элементов Которые Чисто Функциональная Структура Данных К чему Мы приходим То есть Функцию Возвращать В структуру Первым элементом Которые Является Другая Структура Я Понял А Ну То есть Да Все Нет В принципе Через Картеж Да Это вот Ну и в C-Sharp Так удобно Использовать И в принципе И это Отличный Функциональный Подход То есть Смотри Если у нас Функция Выполнится Успешно У нас В первом Элементе Картежа Измененное Значение Структуры А в втором True И по этому True Мы заключаем Что функция Выполнится Успешно Так А если В втором False Тогда В первой Мы можем Засунуть Исходное Значение Структуру Которую Ей передали Что она Не изменилась В втором False То есть Попытка Ее изменения Закончилась Неудачей И это Не один Из вариантов Так Ладно Это надо Будет Тогда Наверное Еще Так Уже Идея Точнее Идея Вопроса К тебе Начинает Появляться На будущее Так А второй Какой Смотри Можешь оставить Их на будущее Если кратенькие Сейчас Если там Не Там много Лучше На будущее Потому что А второй Такой Это подход Хаскеля Это Создать Новый Определенный Тип Данных Чуть Чуть Чтобы Далеко По мысли Подрева Не растекаться В Хаскеле Есть так Назованные Алгебраические Типы данных Это Тип Данных Которые Позволяют Вариативность Это Это Не структура Это не структура С двумя полями Это не Кортеж Это не что-то Это тип данных Как бы С двумя метками С двумя С двумя Вариантами Это тип данных Допустим С вариантом Good И возвращается В поле этого Гуда Возвращается Изменная структура Или вариант данных Bad В котором не возвращается Ничего Потому что он просто Bad Аналог False Ух ты И тебя функция Может вернуть Либо объект Good С полем Структуры Либо объект Bad Просто без ничего И вот это Bad Это будут Составляющие Это будет Ну как два Enum То есть Можно считать Это как Аналог Типизированный Параметризованный Enum То есть У тебя Представь Что у тебя есть Некое перечисление Good И Bad Но каждому Значению Перечисления Ты можешь Навешивать Еще какое-то Значение У тебя есть Значение Перечисления И значение Величины А читать Из него Только один Нужный Это Немножко Расточительно По объему Там Попани Тут точно Нам нужно Будет Отдельно Я тогда Вопросы Поставлю Отлично Но Вся суть Весь рефрен Вся мораль Эта история Она состоит В том Что Возвращаемся К напечатанным К тому Что я говорил В функциональном Программировании Нет никакого Варианта Что-то Изменить Кроме Как Протащить Это Через Входящий Аргумент Функции И вернуть На выход Раз Но зато На выход Как возвращаемое Значение Функции Мы можем Вернуть Не только Измененное Значение Входящего Параметра Мы можем Вернуть Картеж Из 20 Величин Каждый Из которых Будет Применяются Такие Паттерны Как возврат Из функций Множественного Числа Значений Понял Я просто Не знал Что это Так Можно Поэтому Но видишь Ты же говоришь Даже в C-Sharp Есть там Картеж Я не знал Что это Функциональный Способ Подхода Вот в чем Вопрос Он не нарушает Он не нарушает Парадигму Функциональную Он не заставляет Ничего мутировать Он сохраняет Строгость Степизации Если Нужен У нас Степизированный Я понял Я просто думал Что функция Если возвращает Результат То он должен Соответствовать Как я указываю То есть Если придумывать Какой-то новый тип Ну видимо Не додумался До этого Вот кстати Это повод Того Чтобы подумать Что сложные Возвращаемые типы Это конек Функционального Программирования Поскольку Фактически Это единственный Способ Что-то сделать Сложное Одновременно В одной функции Отлично Хорошо Подумаю Так что Вот да Я думаю На сегодня Общих этих моментов Пищу Пищу Для размышлений Надеюсь Хватит Пока До следующего Раза Да Я думаю Что хватит Вот Тогда Спасибо тебе Андрей За Как говорится Такой интересный Второй урок Вот Спасибо Обращайтесь Хорошо Скоро Будет Третий Так что Как говорится Подписывайтесь На нас Ставьте лайки Смотрите Пишите Вопросы Да Вопросы Будет интересно Послушать Посмотреть Что и как Все До свидания Всего доброго Продолжение следует Продолжение следует